Всем привет! Иногда так бывает, что рано или поздно по разным причинам вы навсегда расстаетесь со своим ноутбуком либо ПК, в которых естественно имеются накопители информации, такие как жесткий диск HDD, либо твердотельный накопитель SSD, которыми вы пользовались на протяжении многих лет. Также к различным накопителям информации можно отнести USB флешки, карты памяти, такие как SD, microSD и так далее. Но суть не в этом. Важно то, что перед тем, как попрощаться с такими накопителями, рекомендую всем пройти этап полного уничтожения вашей личной многолетней информации на них. Не просто удаление файлов с последующим форматированием таких накопителей, а именно уничтожение данных с них, без возможности их последующего восстановления. Для тех, кто не в курсе, просто удаленные файлы и даже отформатированные накопители информации в дальнейшем легко восстановить, при помощи различных утилит и специальных программ. Это сейчас под силу даже обычному школьнику. Почему это возможно? Дело в том, что на поверхности любого диска, либо накопителя, данные, записанные в блоке или ячейке памяти, никуда не исчезают. Лишь со временем блоки и ячейки перезаписываются новой информацией. И вот пока блоки и ячейки не перезаписаны, данные можно восстановить специальным программным обеспечением. Итак, предлагаю вашему вниманию посмотреть пример того, как правильно передавать свои накопители информации третьим лицам. Неважно, временно это, либо навсегда. Например, мне нужно продать твердотельный накопитель SSD с объемом памяти 120 ГБ. Чтобы затереть на нем всю информацию безвозвратно, без возможности восстановления, я обычно использую мощную многофункциональную и довольно популярную утилиту – Mini Tools Partition Wizard. Кому интересно, ссылку на официальный сайт разработчика данной программы я оставлю ниже в описании под этим видео. Если кому-то что-то будет непонятно по данной программе, оставляйте свои комментарии, либо пишите мне в личку. Постараюсь максимально быстро ответить. Для начала, такой SSD или иной другой накопитель информации необходимо подключить к ПК, либо ноутбуку. Обычно, для подключения HDD или SSD дисков формата 2.5 дюйма, я использую специальный переносной карман USB 3.0 с SATA интерфейсом от производителя Gembert. Кому он интересен, ссылка на него будет также ниже в описании. Итак, размещаем HDD либо SSD в таком переносном кармане. И подключаем его при помощи USB 3.0 кабеля, идущего в комплекте, к USB порту ПК или ноутбука. Далее переходим на рабочий стол компьютера и запускаем заранее уже установленную утилиту Minitools Partition Wizard. Как видно, данную программу я уже заранее установил, и ярлык находится у меня на рабочем столе. Кликаем по данному ярлыку и запускаем программу. После чего мы попадаем в главное окно данной утилиты. Теперь необходимо найти накопитель информации, который нужно затереть. В моем случае это подключенный по USB кабелю SSD размером до 120 гигабайт. Находим его и кликаем по нему так, чтобы он окрасился в синий цвет. Это будет означать, что он выбран. Очень важно не ошибиться с выбором диска, дабы по ошибке не затереть свой системный диск, на котором вы сейчас работаете. Думаю, это всем понятно. Итак, после того, как диск или накопитель для затирания выбран, жмем здесь на вкладку «Диск». Спускаемся чуть ниже и нажимаем на изображение ластика с надписью напротив «Затереть диск». Далее открывается окно уничтожения данных диска. С информацией о том, что очистка диска будет удалять каждый сектор данных на диск. Данные после стирания не могут быть восстановлены никакими решениями для восстановления данных. Чуть ниже можно выбрать методы затирания данных. Все они хороши, но самые надежные методы считаются с обозначением DOT. Первый DOT 5220.22M затирает данные в 3 подхода, очень медленно. Второй DOT 5220.28STD затирает данные в 7 подходов, тоже очень медленно. Данные операции представляют собой целенаправленную перезапись блоков или ячеек с дисками, нулями и другими комбинациями символов. Стирание может выполняться с использованием разных алгоритмов уничтожения информации, которые соответственно гарантируют ту или иную степень безопасности. Чем безопаснее алгоритм, тем сложнее последовательность его операций и число проходов перезаписи. И тем, соответственно, дольше по времени длится сама операция стирания диска. Также иметь в виду, что после запуска операции стирания, нужно рассчитывать на то, что он продлится долго, возможно несколько часов, с использованием оптимально и максимально безопасных алгоритмов перезаписи. И чем больше объем диска, тем дольше будет проходить эта операция. После того, как вы определились с методом затирания, выбираем его и жмем ОК. Применить. И да. После чего начинается процесс затирания информации на выбранном вами жестком диске, либо накопителе. Пока идет процесс затирания, я коротко расскажу о том, что делать, если вы, допустим, хотите затереть свой жесткий диск или накопитель, на котором у вас установлена система, а переносного кармана USB под рукой нет. В этом случае можно создать функциональную флешку LiveDiskWinPE. Такая флешка позволит загрузиться и временно заменить полноценную среду Windows. На тот момент, пока вы будете затирать данные с вашего единственного системного диска HDD или накопителя SSD. Итак, процесс затирания закончен. По завершению процесса жмем ОК. И выходим из программы. Заходим в проводник. И как видно, накопитель SSD на 120 ГБ, который я затирал, не отображается в системе. В этом ничего страшного нет, так как он обнулился до заводских параметров. Для того, чтобы он отобразился в качестве нового диска и при последующих подключениях, делаем следующее. Жмем правой кнопкой мыши по значку Пуск. И здесь нажимаем Управление дисками. В этом окне я нахожу свой затертый накопитель SSD на 120 ГБ с нераспределенной областью. И нажимаю правой кнопкой мыши в любом месте данной области. Жмем здесь Создать простой том. Нажимаем везде Далее. И готово. Как видно, нераспределенная область моего затертого SSD окрасилась вместо черного в синий цвет. И автоматически присвоился ему новый том диска с буквой Е. Теперь он будет отображаться в системе. Закрываем Управление дисками. И проверяем. Как видно, появился диск Е. Это и есть мой ранее затертый накопитель SSD объемом до 120 ГБ. Теперь он готов к продаже и с ним можно работать так же, как и с другими дисками в системе. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока.